Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Тесла. SpaceX готовит к запуску второе поколение спутников Старлинг. Производитель беспилотных аэротакси Ихэнк показал работу нового завода в Китае. Райдер построит в США логистическую сеть для беспилотных грузовиков Too Simple. Об этом и многом другом прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, смотрите это видео до конца. Ну а мы начинаем. Илон Маск предупреждал, что Тесла постепенно будет превращаться в нечто намного большее, чем производитель электромобилей. На прошедшем дне ИИ, мероприятии, посвященном прогрессу компании в области искусственного интеллекта, глава Тесла рассказал о разработках, которые выходят далеко за рамки транспорта, суперкомпьютере и новом чипе, проблемах машинного зрения и, конечно, об андроиде Оптимусе. Начнем мы с Теслабота Оптимус. Самой удивительной новостью мероприятия стал анонс робота-гуманоида Теслабот. Он будет напичкан технологиями, которые Тесла уже применяет в автомобилестроении, и внешне будет напоминать человека среднего роста. Он будет весить около 57 килограммов и передвигаться со скоростью 8 километров в час. Вместо лица у него черный экран, на котором будет появляться нужная информация. Кодовое имя – Оптимус. Конечно, он спроектирован дружелюбным и способным ориентироваться в мире, построенным для людей, сказал Маск. Мы ограничим его таким механическим и физическим уровнем, чтобы вы могли убежать от него и, скорее всего, победить в драке. Прототип Теслабот должен появиться в следующем году и возьмет на себя выполнение небезопасных, рутинных и скучных дел. К примеру, поход в магазин за покупками. «Для экономики будут серьезные последствия. В будущем появится возможность выбора, заниматься физической работой или нет», – сказал бизнесмен. Маск предупредил, что поначалу андроид, скорее всего, будет работать с ошибками и сбоями. Но со временем он сможет обучиться очень многому. И еще одну не менее интересную новинку показал директор Тесла – Ганиш Венкатараманан. Он представил собственную разработку компании – чип для суперкомпьютера Dojo. Он обслуживает большую часть ИИ-архитектуры Тесла и обучает нейронные сети, которые затем используются для обновления ПО электромобилей компании. Новый чип, названный D1, создан на основе 7-нанометровой технологии. Обладает вычислительной мощностью 362 Teflops, в будущем станет золотым стандартом Тесла. Таким образом, Маск собирается обойти проблему глобального дефицита микрочипов, который поразил индустрию автомобилестроения. Кроме того, собственное производство позволит увеличить пропускную способность и снизить время задержки, что положительно отразится на производительности систем искусственного интеллекта. Раз мы заговорили про компании Маска, то я хочу позволить тебе сказать пару слов про SpaceX. С помощью гораздо более вместительного корабля Starship, Илон Маск собирается вывести на орбиту второе поколение спутников Starlink, которые обеспечат более плотное покрытие в сельских регионах. Тогда компании не понадобится все 42 тысячи спутников, которые SpaceX изначально планировала запустить, чтобы обеспечить быстрым мобильным интернетом весь мир. Доставка спутников на грузоподъемной ракете Starship даст возможность вводить спутники в эксплуатацию за недели после старта, а не в течение месяцев, как это происходит сейчас. Для этого SpaceX с ускоренными темпами ведет работы на полигоне в Бока-Чика, готовя Starship к первому орбитальному полету. Всего согласно обновленному плану на 9 орбит, на высоте от 340 до 614 километров планируется вывести 29 тысяч 988 спутников. Хотя новые аппараты будут несколько крупнее и станут генерировать больше энергии, чем прежние, по подсчетам SpaceX они не будут мешать другим созвездиям и не увеличат риск столкновений в космосе. Перейдем к другим новостям. Китайская Ихэнк, пока единственный в мире производитель массовых дронов аэротакси, должна была провести День инвестора на новом заводе по производству аппаратов. Но, к сожалению, новый штамм дельта коронавируса и ужесточение карантинных мероприятий в Китае этому помешал. Но зато на свет появилось видео, в котором показана работа нового завода Ихэнк в Юньфу, что позволяет нам получить представление о масштабах работы Ихэнк. Предприятие в Юньфу на площади 24 тысячи квадратных метров начала работу во втором квартале 2021 года. Ранее компания Ихэнк собирала дроны на своей первой площадке в Гуанчжоу. Новый производственный комплекс в три раза больше по площади оригинального и позволит в год выпускать до 600 двухместных дронов аэротакси Ихэнк-216. В абсолютных цифрах это небольшой объем, но в относительных, когда конкуренты едва располагают одним-двумя прототипами, масштабы производственной деятельности Ихэнк-216 просто поражают. Компания организует демонстрационные полеты своего первого успешного аппарата грузоподъемностью до 260 килограммов и скоростью полета до 130 километров в час в течение 20 минут во многих странах и не только в своем родном азиатско-тихоокеанском регионе. Полигонами для компании стали Япония, Тайвань, Сингапур, Австрия, Испания, Южная Корея и другие страны. Не говоря о множественных испытаниях в воздушном пространстве Китая. Во всем этом, прежде всего, главное не сам факт успешных полетов, а согласование с регуляторами воздушного движения. В этом Ихэнк также преуспел и лучше всех вместе взятых конкурентов. Дрезина возвращается на улицы городов в виде механического самоката. Болгарский бизнесмен Ангел Стоянов запустил стартап Дрезина по выпуску самокатов с механическим приводом. Они позиционируются как удобная альтернатива и электросамокатам и классическим моделям, где надо отталкиваться от дороги ногой. Принцип действия указан в названии изделия. Колеса вращаются от раскачивания рычага, как в проверенной временем Дрезине. Дрезина имеет алюминиевый корпус и полую стойку с регулятором высоты. Посередине горизонтального основания есть шарнир, на который крепится изогнутая доска из фанеры. Она соединена цепью с механизмом внутри стойки, который при каждом наклоне и подъеме доски преобразует это движение во вращение передних колес. Наездник просто раскачивает доску и движется вперед. При весе 8 килограммов и допустимом весе пользователя в 100 килограммов Дрезина может разгоняться до 25 километров в час. Поэтому у нее есть барабанный тормоз на задних колесах для быстрой остановки. Повороты осуществляются за счет наклонов тела. Доску можно раскачивать как стоя просто посередине за счет работы лодыжек, так и расставив ноги на концы доски. Допустимо и катание сразу двоих нетяжелых наездников. Для управления Дрезина не нужны специальные навыки, только деньги. Текущий ценник аппарата 249 баксов. В будущем цена может вырасти до 629 долларов. Производитель автопилотируемых грузовиков 2Simple и логистический гигант Rider System решили объединиться, чтобы создать первую грузовую сеть для продвижения новых технологий в транспортной отрасли. Rider переоборудует свои объекты под беспилотные грузовики 2Simple по всей территории США. Сервисные центры начнут обслуживать автономные автомобили, а склады откроют доступ к своим заказам. Таким образом, 2Simple планирует внедрить свои решения в операции крупных компаний и постепенно вытеснить традиционные грузовики под управлением водителей. На этом у меня всё. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забывайте поставить ему мощный лайк, написать свой комментарий внизу, а также подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Все полезные ресурсы доступны по ссылкам в описании. На этом я с вами прощаюсь. Ещё раз благодарю за просмотр. Отличного всем настроения, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok